Всем привет! Сегодня у нас с вами новости Турции. Итак, последние полторы недели меня очень активно спрашивают, пишут комментарии. Пошел такой слушок, что Турция боится заражения. Ну, возросло, вот что как бы статистика показывает, это никакие не слухи, а реальная правда, да, о том, что возросло количество заболевших ковида здесь в Турции, несмотря на то, что у нас активно идет вакцинация, все подряд вакцинируются. И, в общем, что Турция закрывает границы для России или не будут пускать туристов из России, потому что там вообще ситуация патовая, статистика непонятная, ну, слишком на большая, возможно, реальные цифры гораздо выше и больше. В общем, турки сейчас прикроют все, покупают ли билеты на август-октябрь месяц, бронировать ли туры, вся вот эта история. Была такая определенное время паника. Для начала скажу, откуда пошел такой слух, что буквально где-то полторы недели назад от министра здравоохранения Турции в своем обычном докладе, который происходит периодически раз в неделю, раз в две недели, идет отчет о статистике по ковиду, по вакцинации, по заболевшим, вообще, что в стране сейчас по ковиду происходит. Это уже полтора года такая история длится, как само... В принципе, как мы в первый раз на локдаун сели, вот этот отчет министра здравоохранения, он происходит регулярно, раз в неделю, в две, там, ну, от ситуации и зависит. Все также СМИ, журналисты и люди проверяют Твиттер, официальный сайт по ковиду, который у нас, где статистика, да, идет. В общем, в Твиттере тоже какие-то сообщения, вообще они еще чаще бывают, но такое выступление онлайн в прямом эфире на всю страну, оно бывает очень часто. И вот в своем таком одном выступлении он сказал о том, что, скажем так, проронил фразу, которую тут же подхватили СМИ, особенно, как я вижу, по Телеграму, по Твиттерам тоже, по всяким, что это больше территория России, эта новость так активно распространялась, о том, что, в общем, ну, в общем, Турция, фразу скажу, что Турция относится настороженно к приезжающим из России, потому что там сейчас довольно-таки в мире фактически самая тяжелая ситуация по ковиду, что происходит по смертности, по цифрам именно, и это довольно-таки опасно. И что он сказал? Самое ключевое, что будем следить за ситуацией, если потребуется, будем вводить какие-то, ну, скажем так, ограничения по приему туристов и приезжающих из этой страны, что-то вот в таком роде, если так размыто, да, брать. Ну, естественно, сразу в СМИ это все завирусилось, и вообще началось, что мне, вот, когда это только произошло, через пару часов мне уже звонили мои родственники и говорили, «Галя, Турция закрывает для России границы, что делать?» Блин, я вообще, живя в Турции, этого еще ничего не знала, не слышала, не следила за этим новостями, они уже в панике, там уже информация о том, что все, Турция границы закрыла. На данный момент, вообще, в информации в Турции о том, что они закрывают границы для россиян, для российских туристов, ничего этого нет. Это раз. Два. Это туризм, за который турки так старались боролись, чтобы эти деньги опять не потерять, этот сегмент экономики страны, естественно, туристы, это последнее, что вообще будут отсекать турки, особенно когда сейчас такое, сейчас попозже расскажу, сколько здесь туристов приехало. Дело о повышении статистики заболеваемости, это не из-за русских туристов только, уж так уж возьмем, да, турки сами гораздо очень лояльно стали относиться, они так уже гоняют здесь полицейские за маски, я полицейских вообще мало вижу, или они не делают замечания, не выписывают штрафы, мимо проходят, когда, если там как-то без маски, и так дальше, жара, ацкая, да. Сами турки поехали в отпуска в своей стране, и, в общем, здесь и без русских туристов такая ситуация, люди расслабились, люди поехали в отпуск, очень большая здесь движуха, и вот эта несоциальная дистанция, несоблюдение, и так далее, и масок, пляжи, море, как бы, и тут и без русских туристов навалом, как бы, да, несмотря на то, что люди активно прививаются, и Турция прям в топе стран мира, которые на душу населения, на всю страну, да, больше всего прививок производят, они фактически там на днях были на втором месте, после Израиля даже. Так вот, про русских туристов, ну, максимум, что будут изменяться условия, насколько я это слышала, это как слух, я еще это не подтвержденную информацию, но, возможно, когда выйдет это видео, эта информация уже будет официально подтвержденная, что потом, возможно, будут впускать, я знаю, что изменили немножко, ПЦР-тестра, ля-ля, в общем, по прививкам, да, привившихся людей, туристов будут впускать в страну, продавать им туры, ну, как бы, впускать на границе их. И на данный вот момент точно, что с момента второй фазы прививки должно пройти 14 дней до вашего полета, если вы прививались и прививочник, если у вас нет, там, те тесты на антитела и так далее, если вы именно по прививкам, то 14 дней со дня прививки до полета, то есть вот это вот, как сказать, стабилизация вашего состояния после прививки. До этого, в последнем своем видео, тройку недель назад, я вам говорила, ситуация была такая, что принимали с первой фазы, если ты вторую еще не поставил, можно вторую, пожалуйста, но до данный момент принимают с прививками, кто сразу две фазы вот этих проставил себе, привился, две недели прошло, спокойно летишь в отпуск. Прошу к словам моим не придираться, информация очень плавающая, быстро меняется, я могу за ней не успевать, и пока монтируется видео, я его снимаю, уже пять раз все поменяется, так что ориентировочно такая информация. Я напоминаю всем туристам, кто собирается ехать, HES-код, оформляйте HES-код, пожалуйста, на сайте, я уже много про это говорила, ссылки под другими видео, откройте предыдущие по новостям за июнь, за май месяц, я везде эту тему обсасывала, многие туристы до сих пор не знают, им не говорят в турфирмах, когда они покупают билеты, или сами летят дикарями, что нужен HES-код. Буквально в прошедшую субботу моя соседка летела Пегасусом, она летела, о боже, забыла слово, из Нальчика, она вообще, да, откуда-то у вас там есть, не помню, в какого города Пегасус летает до Стамбула, это не туристический, это просто фирмы Пегасус, и половину самолета на рейс не посадили людей, не пустили в самолет, потому что у них не было HES-кода скачанной этой программки. Те, кто пошустрее там в толпе успели, скачали, зарегались, есть такие ушлые, их пустили на самолет, но и были реально люди, она мне рассказывала, жугали, говорят, HES-код не знает, что нужен, их спрашивают, эти HES-коды там при регистрации на рейс, или заходе в самолет, что-то такое, везде по-разному, где-то прям на регистрацию, когда тебе талон, билет, да, вот этот распечатывают, принимают в багаж, а где-то спрашивали у кого-то прям при входе в самолет, ну, это может быть от аэропорта или компании, зависит, в которой ты летишь, в аэрофлоте прям уход сразу спрашивали, вот у него Пегасус, он спрашивали у входа в самолет, так вот, напоминаю, ребята, HES-код обязательно нужен, уже даже не турецкая сторона, а со стороны России не пускают на самолет, но это и чистый произвол, мне кажется. Вообще, честно скажу, хочу вас, скажем так, предупредить и напомнить вам, мне мама попала в очень некрасивую ситуацию при полете из Москвы аэрофлотом в Стамбул, отчасти, скажем, это ее ошибка была, во время, скажем так, полета Москва-Стамбул 3 часа, за там 2 часа до посадки самолета в Стамбуле, во время полета закончился бы ее ПЦР-тест на 72 часа, и показалось бы, но для выхода из страны, да, вылета, как по нормальным-то правилам, кратче было, это не проблема России вообще, это уже проблема она должна была решать в аэропорту Стамбула по прилету, и у нас есть экспресс-тесты в стамбульских, во всех аэропортах, пришел, сделал, заплатил денежку, конечно, те там тесты, но еще очень быстро его делают, и проходишь дальше границу, но аэрофлот ее не пустил, не дал ей билет вообще, посадочный талон сразу не выдали, и когда начался скандал и все такое, в общем, в итоге ее пустили лететь в Новосибирск-Москва, но в Москве, слава богу, она за последние несколько минут, у нее была пересадка 3,5 часа, она успела сделать экспресс-тест, так что скажут, в Шереметьево есть экспресс-тесты, лаборатории, за 3,500 или 3,800 тысяч рублей тест, делается он час-полтора, но в основном полтора часа, там очень большие очереди, вы все это видели по телевизору, вот, я хочу отметить, что отношения там очень, как всегда, унизительные, нехорошие к пассажирам, всем вообще наплевать, и у нее на рейсе были люди, которых за 20 минут просрочился, а-ля, так скажем, просрочился тест до приземления в Стамбуле, тоже заставили переделать, это был ребенок 9 лет, и у них там вообще сгорели билеты, в общем, отношения, ребят, пожалуйста, я вам напомню, для Турции, HES-код вам нужен, чтобы вас на самолете, в Россию посадили на самолет, и обязательно просчитывайте, чтобы за 72 часа ваш тест ПЦР заканчивался, когда вы в Турцию прилетаете, ну или в другую какую-то страну, не в России, не во время полета, вас заставят опять тратить деньги, переиздавать всю эту историю, имейте в виду, тем, кто в Шереметьево, на минуточку вам скажу, на сайт у них зайдете, в Шереметьево, там будет реклама о тех, где лаборатории, они в аэропорту находятся, я вам посоветую онлайн оплатить заранее, с карточки, и записаться эту очередь, взять себе, потому что те, кто с очередью, у вас там баркод будет, вы можете без очереди уже проходить, сдавать, если у вас пересадка быстрая, понимаете, там еще очередь, чтобы попасть в эту лабораторию, можно полчаса, 40 минут стоять, а если вы онлайн оплатили, штрих-код считывает, и заходите сразу сдавать этот тест, это вам предупреждение, давайте перейдем сейчас к новостям Турции, Урбан, Байрам, праздник большой, у нас здесь были каникулы, их объединили на 10-11 дней отдыха, это считается, знаете, это как Новый год в России, когда праздники долгие, вот то же самое абсолютно, и все турки ломанули в отпуск, я вам скажу, что Турция как открылась для туристов, за неделю до Байрама, это по сути единственное время, 10 дней в году, когда турки едут отдыхать и в отпуск, они очень работящие, отдыхать вообще не умеют, и у мусульмана в этот праздник соединяются с семьей или с родственниками, в Турцию, такое а-ля паломничество, идет турок со всего мира, особенно из Европы, из Германии, турки, которые живут в Греции, где-нибудь, они все на машинах, едут сюда в Турцию, в Стамбул, приедут караваном по всем своим родственникам, по городам, навещают их, едут на турецкие курорты, в отели и так далее, то есть все турки, по сути, это в этот праздник, как мы на Новый год, объединяются и возвращаются, скажем так, своим родственникам, плюс они везут свои семьи и так далее, то есть вы не представляете, самих просто турок здесь очень много в это время года, я бы, честно, не советовала в Курбан-Байрам ехать туристом отдыхать, планировать свой отпуск, знаете, так как китайский Новый год, когда ты не едешь в азиатские страны, то есть имею в виду, что очень много будет китайцев, туристов вокруг, та же самая история, и за неделю до праздника у нас очень много было туристов из Европы, из России, из СНГ, казахи, украинцев, все, в общем, обычно туристический, как бы, сезон начался, который раньше в другие доковидные годы были, по статистике, у нас сюда приехало полтора миллиона туристов, за полторы-две недели заселились в отеле в Турции, обычно такое количество туристов принимает Турция в течение, там, пары месяцев, то есть в течение сезона туристического, они в один момент, просто там отели, трансферы, аэропорт, работают 24 на 7, такой поток огромных людей идет, все заселились, отели, бронирование, раскуплено, забронировано, до середины и конца октября, до месяца вообще, представляете, туркам здесь самим стал, как бы, вопрос, Байрам, турки, естественно, поехали в отпуска, у турок очень часто они берут, отель снимают, когда на место уже приехали, заезжают просто в отель, спрашивают, там место есть, в общем, бронированием заранее, не все далеко занимаются, очень многие на обом едут, и вот в курортных местах, особенно в Мармарисе, это было такое, самое такое, притягивающее, бодру, Мармарис, Анталия, Кимир там поспокойнее, конечно, вот в Бодруме, в Мармарисе, вообще было просто, дофига народу, негде было покушать, все рестораны забиты, все отели забиты, и турки, которые приезжали на отпуск, без отелей, остались вообще на улице, настолько не было вообще мест, и мы очень много по интернету гуляла, сейчас фотографии на Байрам, люди спали в машинах, люди спали на пляже, городском пляже, зонтик, они приехали, на лежак легли, и жили просто там, представляете, днем и ночью, ночь, там в 5 утра есть фотки в Мармарис, городской пляж, люди просто кучками лежат, спят, спали на детских площадках, и что меня больше прикольнуло, такие, наверное, студенты, лет по 25 парни, они приехали на какой-то машине, аля там, знаете, с открытым тентом, газель, да, только открытый багажник, вот это, да, они туда кинули просто спальные матрасы, и спали на них, потому что там же жарко, тепло, ночью вообще, градусы не сильно опускаются, без одеяла, аля там можно, да, спать без спальника, какого-то, очень жарко, и пацаны просто жили вот в этой машине, с открытым верхом, на детских площадках, фотки, как люди на лавочках спят, и это все турки, это не бомжи какие-то, понимаете, это просто туристы турецкие, своим, как бы место не осталось, все для туристов выкупили в отелях, а ценники, конечно, вообще не дешевые, ценник Ковский, гораздо еще выше, чем даже в том году был, хотя сейчас ломанули туристы, казалось бы, они могут заработать, в том году было дорого, гораздо выше из-за короны, все понятно, все такие местные давали, слышали, ну да, надо заработать, но в этом году ничего не подешевело, и ценник не остался таким же, а стал еще выше, процентов на 20, и так это получается, знаете, совсем подорожание в стране, недешевое удовольствие съездить в Турцию и Турку в отпуск, а сейчас еще дороже это все стало, все равно люди едут, конечно же, потом с Байрама были у нас огромные пробки для въездов в города крупные, все встали в пробках, в трассе, в дорогах, чтобы вернуться с этого отпуска, лично скажу о себе, мы перенесли отпуск с Байрама на время попозже, может быть на август, или даже на начало сентября, потому что, когда я на днях звонила в наш отель, в котором постоянно останавливаемся классно, место хороший отель, хотя, несмотря на то, что он дорогой, в этом отеле нет свободных мест, и по дружбе, по знакомству, что мы ездим туда регулярно, каждый год нас там знают, и то нам могли дать только, представляете, предоставить проживание, там большой номер сует, семейный и так далее, несколько комнат, такой номер есть у нас только на 5 дней, ну, мы не на 5 дней едем, а что остальные дни мы будем делать, ну, как бы я, увидев, как люди спят на улице, знаете, хотелось бы в забронированный отель на все время ехать, а не остаться на улице, но я поняла, что у нас там родственники живут, и все такое, ну, как бы мы хотели в отеле, в общем, вы понимаете, для нас это не супер проблема, но все равно ненадежная ситуация, когда ты ешь с ребенком, с собакой вообще-то, не все отели собак принимают, так что, очень интересненько, и свободные места в этом отеле, эти 5 дней несчастных, для брони, для турков, они есть только, внимание, на конец августа, не на начало, через 3 недели только, что-то там есть какое-то окошечко, так что я чувствую наш отпуск в этом году, и если состоится, то он будет, скорее всего, в начале даже, наверное, сентября, когда уже учебный год в России пойдет, вот тогда мы, наверное, поедем, будет поспокойнее, хоть как-то отель, от туристов у нас освободятся, мест будет побольше, вот пока такая история, в общем, пока вида, у нас здесь стали меньше гонять за маски, полицейские мимо проходят, замечания фактически, вот по Стамбулу не делают, на пляжах, конечно, тоже мы без масок, и это само собой, очень жарко, душно, и честно скажу, что в отпуск очень хочется, но когда такое население людей, это переполненность, мы ехать не хочется, и опасно, это все равно, с людьми толкаться, с разных стран, с бактерией, вся вот эта история, вот такая ситуация здесь, ну и, конечно же, параллельно ходят служки о том, что нас опять закроют на карантин, а что-то-то-то, но это ближе к сентябрю месяц, когда у нас начнется учебный год, в этом году год учебный начинается раньше, как и у всех, в принципе, в мире с первых числа сентября, обычно с середины сентября, потому что дети очень много, плохая успеваемость, занимались по компьютерам, тра-та-та-та, и ходят служки о том, что детей будут тоже начинать прививать скоро, и, возможно, если это чисто слух, никак не подтверждено, по телевизору не говорят, сами турки, служок такой, что если ты хочешь отдавать ребенку на очку при нормальной успеваемости, ставишь ему прививку, если нет, оставайся дома на дистанционке, и турки, несмотря на то, что очень активно прививаются, но разговоры о том, чтобы ставить детям, они уже поднапрягают, и люди так о-о-о, сдают назад, так что будем смотреть, как развиваться будут события, пишите ваши комментарии, очень интересно почитать, задавайте вопросы для новых видео, поснимай обязательно, спасибо за внимание, всем пока!